На пруду у храма святых новомучеников и исповедников российских в Бутово кипит работа. Впрочем, главные приготовления к предстоящим купаниям здесь уже завершены. Для главы Ленинского городского округа Алексея Спаскова небольшую обзорную экскурсию проводит заместитель главы администрации Эдуард Арадушкин. Пункт тепловой, ну мало ли там кто-то постарше или еще кто-то, как бы там, тепловой пункт для обогрева. Детки будут. Сейчас зайдем посмотрим. Значит, палатка, здесь поставим там самовары, чаепитие для обогрева. И дополнительно чуть выше, пока стоит у нас кухня. Эти прекрасно оборудованные места и ток совместных усилий сотрудников МЧС и администрации Ленинского городского округа. Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет крещенские купания проходят без серьезных инцидентов, здесь будут дежурить медики, представители правоохранительных органов и пожарно-спасательного гарнизона. Исходя из тех погодных, установившихся холодных температур, губернаторам поставлена задача, чтобы сделать процедуру вот этих омовений максимально комфортной. Сейчас заканчиваются последние приготовления. Мы сейчас уже видим, что палатки подогреваются, соответственно, подходы расчищены. Ну, на мой взгляд, можно давать самую высокую оценку, при том, что еще время есть, как бы, ну, что называется, докрутить и сделать это на практически идеальном уровне. Внес свою лепту в подготовку к мероприятию государственный административно-технический надзор. Задача его сотрудников – убедиться в безопасности прилегающей территории и самих прорубей для купания. Например, рядом с Троицкой церковью в Измайлове обнаружен непорядок. Самое главное – это территория и подход людей, чтобы они были безопасны и соответствовали нормам и требованиям. Вот у нас ситуация. Вот сразу вот этот снег надо будет вывести, этот снег надо будет вывести. Те кучи, конечно, привести все в порядок, эту дворовую территорию – это тоже замечание. На территории городского округа будет действовать 8 мест для купания. Все они оборудованы палатками для переодевания и обогрева. Везде можно будет выпить горячего чая. Совет сотрудника МЧС для тех, кто соберется окунуться в прорубь – простой. Не допустить употребления каких-либо горячительных напитков, ну, кроме горячего чая, потому что это может ударить по здоровью. Так, рекомендации, духовный настрой, погода хорошая, мороз, ветра нет, сухо. Вот для купания самое то очень здорово. Самое главное – купаться можно только в специально оборудованных местах. С их списком можно ознакомиться на сайте администрации Ленинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.